Друзья, я рад вас приветствовать на канале Криптоинвесторы. Меня зовут Дмитрий Орлов. Давно я не записывал видео в таком формате. Я очень рад вас видеть. У меня отличное настроение. Надеюсь, что у вас тоже. В этом видео я буду делиться с вами той стратегией, которую я использую сам, которая мне приносит прибыль, которая позволила мне минимизировать риски. Возможно, кто-то из вас возьмет ее себе на вооружение. Я себе немножко подготовил здесь информацию, которую я хочу с вами поделиться. Также мы поговорим с вами о стоп-лимите, как им пользоваться, потому что моя стратегия непосредственно связана с стоп-лимитом. Она связана с моей предыдущей стратегией, которую я еще использовал полгода назад, потом какое-то время не использовал. Я постоянно миксую, постоянно пробую что-то новое. И из этого выходит у меня определенный алгоритм, который я использую на определенном промежутке времени. Пока я не найду что-то более интересное, что-то более прибыльное и надежное, что буду использовать. Поэтому сегодня буду делиться тем, что использую сейчас сам и довольно-таки хорошо получается. О чем мы с вами сегодня поговорим? Знаете, я очень часто вижу людей, которые в последнее время биток растет, они радуются. Биток падает, они там огорчаются. Либо есть те люди, которые, ну это кто вошел в биток, да? Те люди, которые не вошли в биток, вошли в альткоины, они переживают по тому поводу, что биток растет, а их альткоин падает. Потому что, да, там рост битка отразился на этом альткоине. И так дальше, и так дальше. Люди просто ориентируются на какие-то ситуации, которые от них не зависят. Я хочу вам сказать, и такой у меня крик души. Ребята, мы с вами и трейдеры, это не те люди, которые что-то угадывают, которые угадывают, куда пойдет рынок. Меня часто спрашивают, Дмитрий, а скажи, пожалуйста, вот когда выходить из биткоина, когда будет коррекция? Ребята, мы этого не знаем. Мы можем двигаться по рынку. И нам абсолютно не важно, куда и какая монета пойдет. Трейдер, это не тот человек, который угадывает. Это не Ванга. Трейдер, это тот человек, который ориентируется по рынку и берет свое. Независимо, растет биткоин или падает. Независимо от того, альткоины растут или падают. Какой актив растет или нет. Он выбирает ту позицию, которая ему нужна. Делает то, что он хочет. Значит, зарабатывает свои деньги и идет дальше в новую позицию. Вот простой алгоритм. Можно идти по тренду. Идти по тренду. И ориентироваться даже в банальный технический анализ. Вы можете взять Fibonacci, линии Боллинджера, Макди. И по ним уже определить. Хотя бы начать с того, что увидеть, когда меняется тренд. И тогда можно заходить в рынок. Потому что я считаю на сегодняшний день, что нет смысла заходить в рынок, когда вы не видите, что тренд сменился. Когда вы хотя бы не видите попытку на смену тренда. То есть заходить тогда, когда монета падает. На падающем рынке ты ее покупаешь в надежде на то, что она поменяет свой тренд. Ребята, я сейчас вхожу тогда, когда вижу, что тренд уже поменялся. Вот, к примеру, то, что мы видим сейчас на моем экране. Вот была смена тренда у нас. Сейчас мы можем... Это у нас монетка страт. И вы можете посмотреть... Сейчас мы пойдем еще на Bittrex. Я специально подготовил две биржи, на которых вам покажу. Так же, как пользуясь стоп-лимитом. И как я использую это сейчас в своем трейдинге. Давайте я буду идти по порядку, чтобы ничего не забыть, что я делал. Давайте по поводу моей стратегии. Каким образом она выглядит? То есть, если я... Я вижу, что произошел. Давайте посмотрим немножко график, поширим. Ну, давайте даже вот так возьмем. То есть, мы можем с вами видеть, и на трейдинге это можем посмотреть, что у нас идет смена тренда. Ну, вот здесь вот такая активная... Ну, попытка, по крайней мере, попытка на смену тренда. Вот, мы здесь видели. Мы вылезли из все уровни, которые нам говорят. И Фибоначчи, и Боллинджера, и Магди. Нам говорят о том, что есть смена тренда. Да, попытка сменить тренд. Поэтому я вот здесь купил себе эту монету. Таким образом я действую дальше. То есть, я видел, что до этого был флэт, до этого монета была в жестком дампе. Так, дальше я увидел, что есть попытка на смену тренда. И вот здесь, ну, я чуть-чуть позже купил. Ну, грубо говоря, не важно. Вот, смотрите, да. Я купил по 52 500. 52 500. Что я делаю сразу? Ну, то есть, монета уже походила. Где-то я здесь купил, она ходила, ходила. Обычно я в таком, по моей стратегии, со стоп лимитом, со стоп лоссом. Я по 52 покупаю. Если все правильно, вы купились, ждешь. Ну, здесь монета отыграла. Я, в принципе, хочу сейчас выйти. Но сейчас не суть ни к этой монете. Вот, в общем, чтобы вы поняли стратегию. То есть, я покупаю себе по 52 500. И, к примеру, там, если я там ложусь спать, и я понимаю, что монета должна пойти в рост, я могу ставить себе стоп. К примеру, вот я здесь. Как ставится стоп? Я беру здесь, сейчас, секундочку, копирую вот эту цену. Цену. Выставляю стоп. Здесь, допустим, 51 100. И здесь ставлю просто 50 100. То есть, что это такое? И, вот, делаю вот так вот. И нажимаю sell. Давайте разберем сразу по ходу, разберемся со стопом. Вот здесь вот, что такое стоп? Если цена дойдет до уровня 51 106, у меня, если будет возможность, то биржа продаст, выставит ордер по этой цене. Либо по меньшей цене, но до вот этой, до второй цены. То есть, я выставил диапазон, в этом диапазоне должна моя монета продаться. В случае того, для чего нужно выставлять диапазон здесь пошире? Почему нельзя ставить очень близко стоп себе? Потому что, если вы выставите диапазон очень близко, грубо говоря, здесь там будет 2 сатошек или 10 сатошек, то при сливе нормальном, да, когда свеча пойдет, может какая-то свеча быть вниз большая, ваш стоп может не зацепить. И вы просто останетесь с монетой, а график пойдет у нас в нисходящий тренд. Иными словами, почему нельзя ставить, если я, к примеру, вижу, я, давайте сейчас чуть-чуть себя, а я уже не переставлю, да? Ну, окей, ладно. Потом я нажимаю sell и ставлю sublimit. Окей. Все, у меня появился вот здесь вот sublimit, видите? Все, вот здесь появился. Если монета, почему я так делаю? То есть я ставлю ставку на то, что монета пойдет вверх. Если монета не пошла, почему минимизация рисков идет? Если монета не пошла вверх, хотя по всем показателям, где я ставлю стоп, вот тут важный момент, где я ставлю стоп, я смотрю график. И примерно выбираю, да, вот видим, у нас на 5000 вот монета останавливается. Ну, то есть по такому теханализу, даже самому простому, я вижу, что есть уровень поддержки, да, вот здесь, к примеру, вы увидели определенный уровень поддержки по теханализу, я не буду сейчас углубляться там в теханализ и так дальше. Вы увидели, что у нас на 5000 есть вот, да, некая поддержечка. И вы говорите, окей, если я купил вот по столько, по 5, но вы, то есть должна быть смена линии тренда. И вы тогда, и вы говорите, все, окей, я покупаю себе эту монету. Если этот тренд, если линия тренда не оправдала себя и не пошел пробой дальше, да, не пошел рост, памп такой, да, можно сказать, то тогда вы продадитесь по 50 тысяч. В принципе, вы чуть-чуть потеряете, да, потеряете, и вы заходите во вторую позицию. То есть вот эта стратегия мне позволяет, мне позволяет в 90% случаев, в 90% случаев выходить выше. Вот и к примеру, я поставил вот такой вот стоп, поставил стоп, и монета, допустим, по 5000, по 5200 я купил, монета стала по 5400. К примеру, монета стала, там прошло пару часов, монета стала по 5400. Я сразу, что делаю, я меняю стоп на ту, по той, ставлю тот ордер, по той цене, по которой я покупал. Понятно? Вот здесь я ставлю ту цену, по которой я покупал. То есть, грубо говоря, несколько часов, 2-3 часа у меня есть такой, такого риска во времени. Потом я выставляю ордер по той цене, по которой я покупал. Все, окей. Если даже монета пойдет вниз, я просто продамся по той же самой цене, по которой я и купил. Также я выставляю стоп. Когда монета, я через раз, там несколько, в зависимости от того, насколько у меня позиция большая, я захожу там 5-10 раз в день, может быть 2 раза в день заходите, может быть 1 раз в день заходите. И когда я вижу другое движение, я вижу, что монета идет дальше. И я стоп подвигаю. Тоже оставляю так же где-то там 10-15%. Я подвинул стоп, и я понимаю, что я уже в плюсе. Все, и я пошел, лег спать назад. То есть, как правило, я даю монете расти. Ну, как бы, если, что бывает часто? Как чаще всего закрываются ордеры. То есть, я переставляю на цену, по которой я покупал. Потом, проходит какое-то время, она еще пампится. Как правило, сейчас там монеты пампятся сутки, может быть, там чуть больше. В зависимости, какая монета. Потом я переставляю ордер, там где-то на 20% уже прибавилось. А всего 30% она сделала. Допустим, монета сделала 30-40% движения. Я поставил на 20% с плюсом стоп-лимит, если вдруг будет провести. И он закрывается по стопу. Ну, если монета еще выше пошла, я могу еще ордер передвинуть. Если я считаю, что я даю ей расти, да, таким образом. Потому что, в принципе, лучше пусть она сработает по стопу. Да, я понимаю, что невозможно, еще очень важный момент, невозможно заработать всех денег. Понимаете? То есть, вы не можете купить в самом низу и продать в самом верху. То есть, по-любому ты купишь не в самом низу и продашь не в самом верху. То есть, поэтому тут не нужно запариваться и на этом акцентировать свое внимание. Сделал свои 20%, все, я забрал там свой процент и все. Если получилось два раза стоп передвинуть, хорошо. Но потеря у меня может быть маленькая. Потому что, знаете, в чем второй, какой минус есть? Когда человек не ставит стоп и монета, к примеру, пошла вниз, да, пошла вниз, он думает, а, ну, пошла вниз, блин, не хочу в минус продавать. Сейчас пойдет вверх, он ждет, пока он отыграется. Сейчас пойдет вверх и опять сидит, ждет. Она еще вниз пошла. Он опять, а сейчас отыграется, сейчас отыграется. Она еще вниз пошла, а потом уже не хочется продавать. Она ниже, ниже, ниже. Депозит тает, тает. А так раз вы вышли, минус там 3, минус 5%, минус 7. Но не ставьте близко стоп, дайте. Почему нельзя близко стоп ставить? Потому что, видите, есть определенная волатильность. Если вы не дадите монете, ну, места, да, для волатильности, то ваши стопы будут постоянно вылетать. То есть, вот эту нащупаете. Я ставлю лично по предыдущим, да, по уровням, по уровням сопротивления, чуть-чуть ниже ставлю. Понимаю, что, скорее всего, да, монета не зайдет. То есть, это тоже нужно учитывать. Если вы это не будете учитывать, будете ставить стопы близко, она будет у вас просто вылетать. Хочу вам лайфхак еще один сказать. Я могу, я в чате часто сейчас пишу о том, что я покупаю. А у меня есть отличные сигналы на трейдинг вью и платные сигналы у меня есть от ребят, которые... Ну, конечно же, любой сигнал, он поддается тому, что я сам анализирую. То есть, у меня есть несколько хороших друзей, которые входят в топ. Присмотритесь к топу трейдинг вью. Топ трейдинг вью, ребята, которые дают там свои прогнозы. И попробуйте немного поторговать. Только обязательно сами просматривайте. Сами просматривайте технический анализ, новостной, фундаментальность. Все немножко вы должны проанализировать. Для чего стоп, понятно, да? Кстати, вот как на полониксе ставить стоп? С этим разобрались. Давайте идем дальше. Как ставить... Многие спрашивают, как ставить стоп на Bittrex. Потому что у многих есть вопросы. Вы пишете в личку, пишете в чатах. Давайте сейчас разбираемся. Мы на Bittrex. Специально для нашего примера. Я здесь купил монетку. Называется она TNX. Что мы с вами видим. Я ее покупал по 24 тысячи. Сейчас у нас цена 23 650. Как же поставить стоп ордер? Я нажимаю вот на цену, какая у нас есть сейчас. Я пишу здесь максимум. Максимальное количество. Я хочу продать 56 токенов. Вы можете продать любое количество абсолютно. Я здесь выставляю цену 23 тысячи, к примеру, 150. 23 тысячи 150. Это максимальный предел, на котором я хочу продаться. То есть меньше я не готов падать. Окей? Также я нажимаю сюда conditional. Есть лимитный ордер. Есть conditional. Нажимаем сюда. Также здесь нажимаем... 21 часов. Равно или меньше. Меньше или равно. И сюда мы выставляем 23 350, например. То есть это то же самое, как на Polonyx. Только что здесь у нас происходит. Мы с вами... Наш ордер начнет выставляться тогда, когда мы войдем в 23 350. И мы будем продаваться до того момента до 23 150. В этом диапазоне наши монеты должны продаться. То есть сразу же, как только мы войдем в диапазон 23 350, у нас будет выставлен ордер. Но если будет сильный слив, то для этого, так же как на Polonyx, мы с вами делаем вот такой вот разбег. То есть если вы поставите нижний уровень и верхний уровень очень близко, то скорее всего, не скорее всего, а может быть такое, что ваш стоп не сработает. Но в общем технические моменты вы уже знаете. Потом нажимаем сюда ОК. Здесь нажимаем Подтвердить. И наш ордер, наш стоп-лимит создан. Вот мы его видите. Лимит сел, видите? Все, здесь написаны его условия. То есть когда этот лимит сел придет в действие, вы можете нажать крестик и его отменить. ОК. С этим понятно. С этим разобрались. Как работать? Я думаю, все просто. На Битриксе просто возьмите, попробуйте один раз, не знаю, с небольшим количеством монет. И все, уверен, у вас получится. Моя стратегия со стопами. Я рассказал, ребят, я вот сейчас вот так работаю. И абсолютно не важно. Ищу хорошие точки. Советую со своими друзьями. Смотрю TradingU. Есть очень хорошие толковые идеи от ребят. И потом, конечно же, свой анализ делаю по этому поводу. И уже вхожу в монету. Но только еще хочу заметить, когда меняется тренд. Вот очень важно. Так, что я вам еще хотел рассказать, но не рассказал. Если, кстати, друзья, не забудьте подписаться, если вы смотрите меня впервые. На этом канале есть вот здесь вверху моя история. Посмотрите, с чего все начиналось, как я докатился до криптовалютной жизни. Также я хочу вам сказать, если вам интересно узнать, как работает торговля с плечом, или маржин трейдинг, или как работают шорт позиции, ставьте, пишите, не знаю, пишите в комментариях, что интересно. Я для вас сделаю видео по этому поводу. Также здесь тут у нас будет с одной стороны моя история. Давайте что-то еще прикольное для вас придумаем. А, ребята, завтра, во вторник, 28 числа, стартует наш 10 поток нашего обучения. Вот здесь, рядом, с другой стороны, я оставлю ссылочку на наш сайт. Заходите, осталось несколько мест, бронируйте, успевайте. Там реально цена очень демократическая, очень демократичная, или как правильно, да, демократическая. Вот, и мы работаем 3 дня, у нас есть домашнее задание, мы посмотрим с вами технический анализ, новостной анализ, фундаментальный анализ, какие монеты покупать, ICO, майнинг затронем, кошельки затронем, биржи затронем. Но реально будет интересно. Также на сайте есть отзывы, у нас масса положительных отзывов, более тысячи довольных студентов. Поэтому переходите, и также ссылочка еще будет под видео, и на видео, я надеюсь, мы ее, и моя служба поддержки добавят. Также на сайте есть служба поддержки, туда можете писать, если есть вопросы, можете мне в личку писать. А, вот, вот, друзья, я вспомню, что я вам хотел сказать. Если вы хотите зимой поехать, я в прошлом году жил в Таиланде, всю зиму 6 месяцев, потом во Вьетнаме, в Китае, в Гонконге, в Тепле, в общем. И сейчас я решил на острове Качанг, в Таиланде, в феврале месяце, сделать крипто-тусовку от крипто-инвесторов, где у нас пройдет небольшое обучение, где мы будем тусоваться вместе, общаться, очень много времени проводить вместе, на море, на пляжах, вечером в ресторанах, заведениях, кафе. Если вам это интересно, ссылочка по поводу Таиланда, есть чат у нас, чат по Таилу в Телеграме. Там всем, кому интересно, ребят, поверьте, это стоит на 2 недельки, на месяц поехать. Я думаю, что я буду там 2 месяца. Все вроде бы вам рассказал. Будут вопросы, пишите. Если вам понравилось, ставьте лайк, пишите свои комментарии, какие стратегии используете вы. Я рад был вас видеть. Пользуйтесь, внедряйте. Кто хочет реально сэкономить кучу своего времени, приходите на обучение. На обучение я реально отдаю все, что я знаю. Все абсолютно. Без никаких там утаиваний и так дальше. Поэтому до новых встреч и всех рад был видеть. Субтитры сделал DimaTorzok.